Кого освободят от налога при продаже квартиры при любом сроке нахождения жилья в собственности? Под новые налоговые льготы попадут очень многие налогоплательщики. Пока это еще проект, но сомнений в несении рассматриваемых поправок в налоговый кодекс у меня нет. Поправки в статью 217 налогового кодекса. Идея изменения была озвучена президентом страны на съезде Единой России. Предложение доработали, обернули фантик из необходимых условий и опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Основная мысль. Налогоплательщик, имеющий двух детей в возрасте до 18 лет, должен быть освобожден от уплаты налога с дохода от продажи недвижимости при условии улучшения жилищных условий детей. Не все так просто. Есть ряд нюансов. На самом деле все дополненные условия вполне здравые. Без них было бы хуже. Расскажу о каждом из них. Итак, что считать улучшением жилищных условий? Улучшением будет считаться не только увеличение площади вновь приобретаемой квартиры. Увеличение кадастровой стоимости жилья тоже улучшение. Например, можно купить квартиру меньше площади, но не в пригороде, а в городе. Это правильно. Ситуации у всех бывают разные. Когда необходимо купить новое жилье взамен проданного? Сделать это необходимо либо в том же календарном году, либо до 30 апреля года следующего, за годом продажи. Будет ли считаться приобретением нового жилья заключение договора долевого участия при приобретении квартиры в новостройке? Думаю, будет. В противном случае рынок новостройок будет отрезан для таких налогоплательщиков. Есть ограничения кадастровой стоимости продаваемого жилья. Стоимость продаваемого квартиры не может превышать 50 миллионов рублей. Если превышает, придется платить НДФЛ или ждать истечения срока, когда такой налог не взымается. Видимо, авторы проекта считают, что владельцам дорогих квартир не зачем улучшать жилищные условия. И так нормально. Хотят улучшать – пусть платят налог. Следующее. Наличие другого жилья в собственности может стать препятствием. Если члены семьи имеют долю, превышающую 50% в другой квартире, которая по площади больше продаваемой, безналоговый вариант продажи будет неприменим. Студенты – тоже дети. Если среди детей налогоплательщика есть студенты очной формы обучения, то для получения налоговой льготы она будет предоставлена вплоть до достижения ребенком студентам возраста 24 лет. В принципе, стандартное правило. В итоге, если семья с ребенком приобрела квартиру, через год родился еще один ребенок, и родители решили расшириться, терпеливо ждать годами больше не нужно. Продаем квартиру, покупаем побольше, налога не будет. Кстати, планируется придать нововведениям обратную силу. Налогом не будет облагаться доходы, полученные с 1 января 2021 года. Посмотреть полный текст проекта и даже проголосовать за или против этой инициативы можно по ссылке в описании под видео. Поставьте, пожалуйста, палец вверх, если видео было полезно. Подпишитесь, если хотите видеть в своей ленте юридические новости, не только в области недвижимости. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!